43 серия участок от Нурманска до Медвеждекорска со следующей серии уже видеорегистратор установит связь со спутниками и предшествовать видео будет трек по карте в общем я очень сильно разочарован видеорегистратором ДТП 6 Макс то что во время съемки были сбои в работе по непонятным причинам в общем прибор оказался ненадежным вот начинается с следующего дня сейчас кстати четвертый день маршрута вернусь опять к трансвижному и проблем уже с позиционированием на трассе на местности уже не будет сейчас отвечу на некоторые комментарии на вопросы которые поступили к этому времени сам Эрвей пишет координат нет как понять где едешь неизвестно я тут могу что подсказать можно остановить видео в том месте где появляется дорожный указатель и хотя бы таким образом привязаться к местности а как таким образом вообще Сергей Трошин написал что мне нужен хороший всесобмен который сделал бы километражный фильм я отвечу так что это пилотный проект который возможно побудит кого нибудь из автомобилиста повторить этот маршрут учитывая те промахи просчеты ошибки те недоработки которые были у меня и сможет сделать вот именно хороший документальный фильм с художественными такими например вставками как взять например комментарий у тех кто строил эту дорогу кто живет возле этой трассы я думаю это будет очень интересно и познавательно одна из проблем России это дороги и мы мало что знаем о строителях мало что знаем о том что тут было немного забегая вперед скажу что примерно серии через 200 начнется фрагмент Колыма трасса Колыма Р 504 должен сказать что Колыма развела у меня незаглодимое впечатление я просто был потрясен информации об этом крае крайне мало крайне скотно слышим знаем что там тяжело жесткие условия практически все передвигаясь по России вдоль трассы можете наблюдать кресты стоят венки столики скамеечки какие-то такие атрибуты того что на этом месте была когда-то трагедия погибли люди таких мест очень много но такого количества как на Колыме я больше нигде не видел это просто жутко просматривая эти серии о Колыме вы сами сможете в этом убедиться я очень кратко расскажу об одном эпизоде который произошел на трассе когда я по трассе Колома я проехал туда и обратно потому что другого пути от Магадана до Владивостока нет только как на корабле на пароме но это не для меня я возвращался назад по трассе Колома и думал что это будет неинтересно скучно но интересно было как в Магадан ехать так и возвращаться из Магадана так и возвращаться из Магадана память о погибших в Великую Отечественную войну наших людчиков я подъехал подошел к этому обелиску отдать дань уважения памяти погибшим людям что из себя представляет обелиск значит такая стелла невысокая по краям от нее остатки остатки а фрагменты разбившегося самолета там же на обелиске мраморная доска на которой фотографии погибшего экипажа ну как погибшего два два пилота были опознаны и похоронены там третий член экипажа как говорят смог выброситься с парашютом но поисковая команда не смогла его обнаружить и смогли его найти судьба не известна я просто представил даже жутко представить что ожидало если член экипажа остался жив когда попадал самолет и что делать его ожидало на земле на мой взгляд та ситуация когда живые завидуют мертвым что какую судьбу какую тяжелую участи была назначена судьбой представить даже страшно допустим такой вариант что он приземлился не получив ранений повреждений то есть руки ноги были целые и он был в состоянии передвигаться не был даже ранен так вот на протяжении многих даже наверно сотен километров от места трагедии от того места где разбился самолет нет никаких населенных пунктов и ему никто не смог помочь потому что живой души на расстоянии сотен километров от места трагедии нет условия передвижения по местности очень непростые и гористая местность и кустарники и и леса там чтоб например добраться до какого-то населенного пункта там нужно наверное затратить месяц если не больше потому что очень тяжелые тяжелые условия для движения приостанов у него не было ни воды ни продуктов питания и выжить в таких условиях шансов нет а если учитывать что дикие звери хищные медведи волки кто там еще то судьба этого пилота просто ужасная ужасная и таких случаев о таких случаях мало что где написано мало где рассказано за обелиском следят ухаживают волонтеры возле обелиска люди останавливаются оставляют детские игрушки конфетки монетки я оставил несколько сигарет потому что больше ничего у меня не было но это меня настолько потрясло что я несколько дней просто ехал и холодок по стене бежал от того какая участь ожидала этого пилота который смог покинуть самолет с парашютом вообще о колыме мы почти ничего не знаем мне например было известно выражение только в кинофильме бриллиантовая рука где пригласили героя вы будете на колыме а он ответил закашлялся и говорит нет уже лучше вы к нам так вот следуя этому понятию мы о колыме ничего не знаем это типа terra incognita при поездке на дальний восток в частности на колыму естественно я лазил по интернету хотел найти места где установлены памятники погибшим на колыме при строительстве дороги начали строить по моему в конце двадцатых годов двадцать семь двадцать 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 пять наверное в каких тяжелейших условиях жили люди погибали тысячами сотнями тысяч может даже миллионами не некоторым из них людям погибшим на колыме установлены памятники я хотел к этим памятникам подъехать и даже на карте на карте навигатор отметил эти точки но к сожалению ни одного указателя который бы подсказал как проехать к этим местам на трассе нет я уже пытался спрашивать и у местных жителей аборигенов и у гаишника даже спрашивал все они один голос отвечали что ничем помочь не могут подсказать как проехать тоже не могут и уже потом понял почему потому что федеральной трассе R504 у нее есть дублер на который меня постоянно пытался вывести навигатор map.me но проехать по то той дороге на автомобиле невозможно там нужен или вездеход или какой-то другой вид транспорта но только не на легковой машине потому что переправ мостов уже через ручьи реки нет они все разрушены постоянно вывести навигатор а проезд к памятникам есть а вот на трассе R504 Колома таких мест я к сожалению не нашел я думаю что найдутся люди которые попробуют проехать проехать по тому маршруту по которому проехал я вот учтут мои ошибки все-таки побывают засминут и представят на представят зрителям вот эту информацию видеоинформацию по поддержке говорили что карта позаботится ну я думаю хватит у вас терпения дождаться когда начнутся эти серии по трассе R504 A360 это будет уже на 15 день движения когда я съеду с трассы Амур поверну на трассу A360 Лена так что помучайтесь пока смотреть вот эту 43 серию без привязки к местности ну только таким образом как я сказал остановить видео там где стоит информационный щит информационный знак и как бы привязаться обрабатывая это видео дату серию серии четвертого дня движения я просто в шоке от того как ведет себя видеорегистратор DATACAM 6 макс какие то пропуски непонятные как что это почему так произошло я не знаю то есть мое мнение а DATACAM резко снизились качество видеорегистратора качество работы регистратора по моей оценке отвратительное видео посмотрите сами наберетесь терпения досмотреть до конца вот этот четвертый день движения со следующего дня начну уже использовать видеорегистратор DATACAM 6 этот видеорегистратор DATACAM 6 так что если будут какие то вопросы задавайте спрашивайте о мере возможности я буду комментировать отвечать отвечать так я вытащил так я остановился чтобы вытащить карту памяти на которой шла запись из из опасения что карта заполнится и начнется запись удаляя прежние файлы сейчас запись идет на вторую карту памяти первую первую я вытащил письмен запись не не письмен Пишу минуты, секунды. Сейчас записи дырку другую карту. Ладно, комментарии будут завтра по поводу судочной записи рассматриваемого на компьютере и поделюсь своими впечатлениями. До предполагаемого места привала 87 километров. Я не знаю, интернета или нету, что делать будет. Может быть ближе к городу появятся... Это гапонки и шатная цития. Не холмайки. Гапонки и шатная цития. Гапонки. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Дом наборщики по всей вероятности уйдут на Питер. 25% уверенного приема метафона теряет снова. Продолжение следует... Положение определено. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...